Мы везем картошку с Беларуси на Молдавию. Нечего есть людям там. И возим, вот, мучимся, чтобы было, чтобы покушать. И приходится стоять, и там тоже люди ждут, получается? То же самое ждут. Ждут еду. А вы не везете, а вынуждены стоять, да? Ну, да, мы стоим вот так. Ну, сюда, когда ехали на Кукуруки, там коллега была на 43 километра. Стояли 4 сутки, да. На очень много тяжелового человека жить в кабине, тем более, когда холод, зима, дожди, нет питья, нет еды. Так просишь, плотишь, едешь, покупаешь. На человека никто не смотрит. Мы оставались как животные. Это очень тяжело, потому что Польша закрыла все таможни. И вот, ну, мучаемся по кругу ездить. Издевательство просто над людьми. Издеваются на полность. Нет документов, потом ждешь документы, пока пришлют. Дозволы или это самое, пока доедешь до Литвы или до Латвии. Очень тяжело, очень тяжело. Без туалета, без воды, без ничего. Мучимся и мучимся. А насколько это будет, никто ничего не знает. Польша закрывали границу. Не были там, примерно, сколько, 3-4 дня были, там ждали, потом сказали, потом приехали вот сюда. Приедем на Белоруссию, делаем большой круг, делаем сюда приехать. Пораньше от Белоруссии сразу, вот Польша приехали на Белоруссию, сразу, а сейчас делаем большой круг. Сейчас ждем очередь. Сюда как хорошо сделали, стоянка сделали сюда, отдыхаем сюда, закушаем, душем сюда, все. У меня рейс получается 25-30 дней. 15-12 дней пораньше было. Это очереди, большие очереди. Там я когда был, сколько? 80, приблизительно 100 километров была очередь. Я не знаю сейчас, что говорят, и сюда будет, закрывает или не закрывает границу, как делать, я не знаю. Сколько вы стоите в очереди? 24 часа. 24 часа? Да. Это долго очень? Или это нормально? Не нормально, не нормально, не нормально. Пуно машины, 106 машин, 106. Проблем, проблем. Польская, Бобровники, Брест, машинки, Сербия, оно... Польши-то закрыты, это все фуры ехать на эту границу, это проблема. Как-то было проще сейчас, наверное, что большую очередь застали, что поляки закрыли границу. И поэтому сейчас едут сербы, молдаваны, ну, турки. Раньше как-то их тут меньше было на этой границе. А ездили уже? Оттуда? Да. А оттуда как сюда? Ну, вчера приехал. Ну, там, наверное, двое суток отстояло. В Литву я стоял 58 часов в зоне ожидания, чтобы попасть в Беларусь. А сейчас я стою в Литву, отстоял 14 часов. Двое суток где-то. Двое суток? Это вы со Скоропортом и еще быстро? Да. Сколько стояли те, которые не со Скоропортом? Четыре сутки где-то они. Плюс до накопителя, накопители там почти 4 часа где-то стояли. Польские границы закрылись, сейчас все сюда рванули, на эти границы. Слышал, закрыли, да. Все поехали сюда. Ну, а как, оно легче не станет, ведь тут же все сюда приехали. Поэтому ничего хорошего ждать не надо, будет еще хуже. Страдают, да не только водители, все страдают. Да, хочется приехать и поехать, работать. А когда ты выезжаешь в рейс, не знаешь, ты сегодня пересечешь границу, или ты останешься на нейтралке стоять, или ты останешься с литовской стороны. Просто закроют перед носом, встанем все без работы. А такого уже никогда не будет, как было раньше. Будем вспоминать, как сладкий сон. На литовской стороне я простоял 13 часов, это только в накопителе. Почти сутки простоял на дороге. Да, ну а сейчас, а здесь минут 30-40 всего лишь, как заехал. После Нового года было очень хорошо, проходили границу, не было очереди никаких. Ну а сейчас, может быть, пошли машины такие узбекские, казахские пошли, поэтому немножко собралась колейка. Ну потому что, наверное, Польша закрылась. Естественно, конечно же, да. Поляки нам немножко сделали усовершенствование. Я еду сейчас с литовского отстойника на перецеп, на Бениконе. Простоял в литовском отстойнике 52 часа. Еще простоял до отстойника где-то полсуток. Когда стоишь на дороге, там, конечно, не туалет, ничего, это самое. Вот именно когда там стоял. Из-за этого, что стоишь там, в лесу считай. И нету никуда туалет сходить, ни воды, ничего. Только что с собой. Загрузился в Вильнюсе, еду в Алма-Ату. В колейке полтора суток я стоял. Но у меня было по бронии, и по бронии в накопителе стоял 15 часов. Это много, конечно, приходится стоять. Польская сторона закрыла свои границы, и теперь все стараются ехать сюда. Ну, из-за этого и собираются пробки такие, колейки создаются. Это ж разве и удобно сутками стоять в колейке, где нету ни туалетов, ни душа, ничего практически нету. Мы и так ездим месяцами дома не бываем. Из-за того, что такие колейки, то, что позакрывали границы поляки. До дома я мог бы доехать отсюда, например, за 6 дней. А у меня сейчас получится, ну, 2 недели я буду ехать. Так бы я мог дома, например, 2 недели находиться, а так я сейчас приеду, я там, ну, всего неделю, может, дома побуду. Здесь не стою вообще. Там дальше, да. Там в лесу стоишь, как баранчик. Если рейс делаю за 7 неделю, а сейчас делаю уже больше 15 дней. Мы с белорусской стороны вернулись, заезжаем быстро. А когда с стороны, на сторону Литвы, очень трудно. Вот уже где-то 26 остаюсь здесь. А здесь я на белорусской стороне где-то за 20 минут оформился еще. И вот и ждем. Ну, здесь быстро я насчет Белоруссии не могу сказать ничего плохого. То есть, быстро проходим. А со стороны Литвы очень. Слабо работают, значит. Мы обычно через Польшу на Белоруссию. А сейчас мы едем через Литвы, потому что там закрыто. Приходится так, потому что там не работают. Там вообще что творится, страшно. Там колейки, я вчера вот еду с Бреста, там колейки такие, что страшно смотреть. Где-то 20-30 километров стоят пациенты. Лично мы когда ехали, вот, например, с Молдави на Белоруссию, я за какие-то 2-3 дня был в Белоруссии. А сейчас еду я 15 дней. 15 дней еду до самой Кукирики. И стою там, стояло и 8 дней. Очень плохо. Мы сами уже не бываем дома из-за этого. А раньше как было, ну, легче было жить. А сейчас трудновато, очень трудновато. Для меня лично трудновато. И для всех моих детей тоже не видят нас. И мы их не видим. Скучаем все. Раньше как-то было легче, быстро приехал, уехал. Другой вопрос. А сейчас очень трудно. Не знаю, до с каких пор будет это. Если я делал, например, на Минск 4 рейса, 3 рейса в месяц. А сейчас делаю рейс в месяц. Это нормально. Тогда это тоже невыгодно. Как бы дорога просто длиннее получилась и все. Ну, круг какой. Спуститься на Козлович из Минска, поехать домой. Или сюда на Литву подниматься. Есть же разница. Круг получается больше. В сторону Белоруссии, если на Каменном, то там стоим. В накопителе в Литовском стоим. Где-то 60 часов, 90 часов стоим. Нехороший момент вот сейчас. Много машин скопилось на всех границах. И водители ожидают очень длительное время. Как нормально было, мало стояли, так и в неделю. И по 3, и по 4 рейса получалось на Беларусь. А сейчас где-то около двух. Здесь оформление быстро произошло, буквально в 5 минутах. Будем надеяться, что, может, вообще скоро очереди не будет. Если все будут работать в своем нормальном режиме. На протяжении всего 2022 года граничащие с Беларусью государства и Европейского союза искусственно создавали очереди на границе. В этом году из-за закрытия Польши движения через польские пункты пропуска Бобровники с белорусской стороны Берестовица. И ограничение движения через оставшийся функционирующий пункт пропуска Кукурыки с белорусской стороны Козловича. Маршруты следования грузоперевозчиков логично перестроились на литовскую границу. Литовская сторона еще и в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с таможенными и пограничными ведомственными Беларуси. По вопросам беспрепятственного функционирования пунктов пропуска не справляется с потоком транспортных средств, которые следуют как Республику Беларусь, так и из нашей страны. Особо стоит отметить неритмичную подачу грузовых транспортных средств на въезд в Республику Беларусь. Так, пункт пропуска Беникони имеет возможность для оформления 250 грузовых автомобилей в сутки. Однако, с определенной стороны, литовские контролирующие службы оформляют меньше этих наших возможностей. Такая же ситуация складывается и на иных пунктах пропуска на литовском направлении – Каменного, Котловка, Привалка. Белорусская таможня, в свою очередь, оформляет все транспортные средства, которые подает литовская сторона. Продолжение следует...